Ночью в полицию позвонил владелец грузовой «Газели» и сообщил, что его автомобиль угнали. Буквально в течение получаса экипаж патрульно-постовой службы обнаружил и остановил грузовик в поселке Салмыче. В салоне находились нетрезвые молодые люди, правда задержанные сразу заявили, что хозяин машины сам виноват в случившемся. После отказа от прохождения мета-свидетельствования, двух друзей из «Газели» сразу увезли в отдел полиции, чтобы уже там разбираться во всех подробностях этого происшествия. Ведь сами молодые люди свою вину категорически отрицали. Двое пацанов молодых, они говорят, мы не угоняли, но не знаю, их увезли на ручки отдельных. Полицейским парнем признали, что оба трудились у владельца «Газели» водителями, но работодатель вскоре перестал им платить зарплату. Несколько месяцев они работали за одни лишь обещания. Когда после долгих выяснений отношений узнали, что денег так и не получат, вздумали проучить должника. В качестве залога решили забрать себе грузовичок. Временно, пока мужчина не одумается и не вернет положенного. Но автовладелец, как только узнал об угоне, сразу позвонил в 02. В каком состоянии, наконец? Ну, так, под датом, конечно, веселый, полупьяный. В любом случае водитель «Газели» за управление машиной в нетрезвом виде должен лишиться прав. А если задержанные парни во время следствия не найдут общий язык с бывшим работодателем, и он дальше будет полной решимости довести дело до суда, то за угон автомобиля приятелям может грозить еще тюремный срок. Лось попал под колеса «Лады» на Оренбургском тракте. Авария произошла сегодня ночью при въезде в город. Сахатый скончался на месте через несколько минут. Женщина-водитель получила небольшие порезы от разбитого лобового стекла, но посчитала травмы несерьезными и даже не стала вызывать медиков скорой помощи. В эту ночь женщина возвращалась домой от подруги, которая проживает в селе Еменьково. ДТП произошло под конец длинного пути при въезде в Казань. Автоледи говорит, на широкой проезжей части не было машины, разрешенной скоростью 90 км в час, но она никуда не спешила, поэтому ехала значительно медленнее. Тем не менее, среагировать на появление Сахатого возможности не было. Слева прыгнул. Нет. Скорость большая была у вас? 70 км. Лось практически перебежал широкую трассу, уже на противоположной стороне дороги, около обочины. Ему повстречалась Лада Гранта. Вся сила удара пришлась на крышу автомобиля. Вообще неожиданно все это. Неожиданно. Секунды. Несмотря на повреждения все, сами не пострадали? Нет. Согласно полюсу ОСАГО, разбитую машину Автоледи будет восстанавливать за свой счет. К тому же женщине теперь предстоит заплатить крупный штраф за смерть животного. В центре города, на улице Правобулачной, Лада Калина вылетела с дороги и снесла несколько секций металлического забора. После ДТП водитель решил скрыться с места аварии. Но далеко уехать не смог. Машина получила серьезные повреждения, поэтому уже на ярмарочной площади Лада заглохла. По следам моторного масла на асфальте инспектор ГАИ быстро нашли разбитый транспорт и водителя. Не исключено, что молодой человек просто уснул за рулем. Сотрудники ГАИ составили на виновника протокол за оставление места ДТП. А он резко свернул вправо, без всяких видимых причин? Вообще резко. Я думал, у него колесо заклинило. Я так полагаю. Но он вроде бы трезвый, может уснул? Он трезвый, не знаю. Его никто не обгонял, не подрезал. Он один есал. Один летел, ну, по полосе. Утром возле строящегося здания на улице Шуртыгина рабочие обнаружили предмет по форме, напоминавший артиллерийский снаряд. Изначально опасную находку скрывал метровый слой земли. На место, кроме спасателей, прибыли и эксперты взрывотехники. Они сумели определить, что боеприпас является ничем иным, как муляжом авиабомбы и угрозы не представляет. Пока на месте работали оперативные службы, всех рабочих со стройки эвакуировали. В Казани сотрудники Управления экономической безопасности задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве. По данным оперативников, злоумышленник предлагал ветеранам войны быстро и без проблем получить жилье. Пенсионеры отдавали ему крупные суммы денег, однако квартир никто не дождался. По информации следователей, в доверие к пенсионеру мужчина входил, заявляя, что имеет обширные связи, которые могут помочь в получении положенного им жилья. Узнав, что 88-летняя женщина ветерана войны как раз и нуждается в квартире, он сообщил ее родственнице, что готов помочь и запросил при этом довольно круглую сумму. Злоумышленник получил от родственницы ветерана 1 миллион 600 тысяч рублей. Спустя 4 месяца при встрече подозреваемый объяснил, что полученные деньги он якобы передал должностным лицам за положительное решение вопроса. Через 4 месяца он снова позвонил женщине, пояснил, что передал деньги кому следовало. И для скорейшего решения вопроса запросил еще 22 тысячи рублей. На передачу этой суммы женщина пришла уже в сопровождении оперативников. По оплате были вопросы, а она вам передала деньги на средства. Какой суммы? Сколько? 22 тысячи 200. 22 тысячи 200 рублей. Теперь в отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество. По решению суда он может лишиться свободы на срок до 10 лет.